здравствуйте дорогие друзья с вами инок и сегодня хочу поговорить с вами про игру war thunder как вам известно сегодня 24 февраля вышло очередное обновление игры под названием 147 посмотрев на обзор этого обновления я понял что действительно эта игра стала намного лучше чем те же world of tanks сравните это мог достаточно хорошо потому что проиграл в world of tanks довольно долго принципе около 3-4 лет выкачал топовую технику и по сути эта игра мне начал надоедать надоедать начала потому что выходят ненужные обновления которые вносят только всякую ненужную фигню так скажем а именно какие-то премиумные танки какие-то новые наклейки переделанные карты из пустое в порожнее в принципе это не нужно а теперь давайте посмотрим на war thunder каждое обновление выходит также новая техника но опять же выходит новая техника который может получить каждый игрок а именно выкачать и премиумные танки выходят но цены на них не такие как картошки или world of tanks посмотрим допустим тот же лев world of tanks стоит 50 долларов это раньше он стал сейчас и цены не сравнивал а теперь самый топовый танк war thunder и переводе на рубли в долларах я не знаю стоит полторы тысячи максимум идем к другим частям обновления war thunder обновляется полностью все каждое обновление выходит какие-то дополнения графики какие-то оптимизации какие-то новые фичи опять же физика вы просто посмотрите какая физика в war thunder world of tanks разработчики пытаются ввести этот их недвижок хавок уже третий год подряд но опять же никаких продвижений в этом нет war thunder игра официально можно сказать вышла недавно это я считаю она еще не вышла полностью потому что это какой-то период после бета-теста когда только все улучшения вводятся в игру и опять посмотрите какая графика в ней в этой игре танки загрязняются по мере своей своего участия в боях грязь месяца даже так скажем как в той же спид тайрос то есть вообще равных в этой игре сейчас нет опять же разрушаемое здание конечно не полная но сам факт допустим тот же забор на любой из карт он распадается на несколько частей и некоторое время держится на вашем танке физический объект это реально круто ребята и эта игра еще набирает только популярность она только вышла поэтому я говорю всем сейчас я знаю набегут агрошкольники которые будут говорить что ла 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 world of tanks лучше там круче геймплей и так далее возможно но опять же это две разные игры world of tanks рассчитывалась как аркадная игра a war thunder уже более симуляторный режим то есть танчиках вы там просто стреляете куда попало без всяких упреждений и так далее а в war thunder вам нужно уже подумать куда стрельнуть как старину таким снарядом то есть это реально круто и в принципе это рассчитано на аудиторию которая более старше то есть world of tests 12 плюс а я бы поставил там допустим war thunder 14 плюс но это просто так образно сказано опять же war thunder по сути проект который содержит себе одну игру но она разделена на три части то есть авиация танки сидит данный момент и вскоре будут введены корабли которые просто я считаю разобьют пух и прах этом паргейминг потому что это все совмещено это все круто вас совмещено вы можете играть на любом виде техники и вам это будет по нраву то есть вы можете играть на танках кто-то будет играть на кораблях или на самолетах то есть в одном бою будет участвовать все это круто в барс то извиняюсь world of tanks такого никогда не будет потому что три разных игры и в этих трех разных играх будут три разные виды техники то есть world of war place вы будете летать на самолетах world of warships вы будете плавать на кораблях и в world of tanks соответственно на танках это в принципе скучно мне лично надоел world of tanks очень быстро я несколько раз бросал потом возвращался конечно я вдонатил немного денег в эту игру но сам факт игра стала говном спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментируйте видео увидимся до новых встреч до новых встреч